Здравствуйте, я Алексей Голубев. Мы вновь в прямом эфире «Особого взгляда». Здесь мы вместе с экспертами обсуждаем курсы программы «Особые взгляды», «Доступную среду» и «Инклюзию в обществе». Тема сегодняшнего эфира – социокультурные проекты «Особого взгляда». Будем, в частности, говорить об адаптации культурной среды и многом другом. Наш гость, заместитель и руководитель программы «Особый взгляд» Владимир Плехов. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню нашим зрителям, что у нас на протяжении всего эфира работает чат, в котором вы можете делиться своим мнением, оставлять комментарии, задавать вопросы. На все вопросы мы постараемся ответить. А первый мой вопрос, Владимир, такой особый взгляд делает много для того, чтобы в театрах, цирках и других учреждениях культурных были тифлокомментарии, в частности, чтобы в музеях появлялись какие-то тактильные модели, описания экспонатов. Вот расскажите, пожалуйста, об основных грантах программы, которые помогают обеспечивать весь этот процесс. Вы знаете, этот вопрос я всегда начинаю с такого некой предыстории, потому что на самом деле все мы и мир воспринимаем, наверное, более чем на 80%, а многие и на больше визуально. И, конечно, когда мы в 2013 году начали в рамках программы «Особый взгляд» и определять внимание развитию социокультурной среды и культуры в целом, то, конечно, в силу того, что объекты культурных ценностей, благ, они в общей сложности также на 80-90% основаны на визуальном восприятии, то, конечно, стигма была и в менеджментском составе, и в обществе, которое, проще говоря, формировалось одним простым вопросом. А зачем слепому театр, зачем слепому кино, он же не видит, зачем слепому ходить в музей и так далее. Это действительно такая большая миссионерская деятельность программы, которую мы взяли на себя, потому что вот то новое понятие как тифлокомментирование, что это такое, как это, конечно, в большинстве своем, не в обществе пока непонятно, да, и уж тем более в институциях социокультурных, таких как театры, музеи, производство кинематографа и так далее. И, конечно, мы начали в первую очередь с такого формата, как в целом развитие институции тифлокомментирования, проведение грантов для людей, которые хотят обучиться тифлокомментированию, получить профессиональные навыки тифлокомментатора. Что такое тифлокомментирование? Это понятное, краткое описание образа, действия, которое не всегда может понимать или, соответственно, видеть человек незрячий. И действительно, к сожалению, в отличие, например, от такой услуги, мы очень часто сравним услугу тифлокомментирования с такой услугой доступности, как субтитрование или перевод на русский жестовый язык для людей неслышащих. Конечно, вот эта услуга для людей неслышащих, она более понятна. Вот когда мы стали вникать и мотивировать учреждения культуры создавать доступную среду для людей с нарушением зрения, то, конечно, столкнулись с двумя моментами. Первое, сначала не с пониманием, а второе, с отсутствием в целом таких методически-технических моментов. Не говоря уже о материальной части, потому что тифлокомментирование требует... Это не просто какой-то человек, который вот рядом будет сидеть и на ушко шептать. Как мы говорим, это действительно большая технологическая работа, связанная не только с процессом подготовки, но и связанная с оборудованием институций. И, конечно, мы поняли, что такие расходы на создание тифлокомментария, поскольку это больший художественный, творческий, технический процесс, на оборудование театров, просто таких расходов, к сожалению, в данный момент нет. Поэтому Фонд искусства, наука и спорта, программа «Особый взгляд» взяли вот такой курс на помощь в рамках грантовой деятельности тем институциям социокультурным, которые хотят адаптировать свои, так скажем, услуги для людей с нарушением зрения, помочь не только материально, но и помочь, как говорится, методически. Поэтому сейчас в арсенале программы «Особый взгляд» большое, достаточно большое количество и спецпроектов, и грантовых конкурсов. Конечно, безусловно, главным нашим достоянием является грантовый конкурс на развитие системы тифлокомментирования в театрах. Это два грантовых конкурса, в рамках которых мы предоставляем оборудование для тех институций, которые уже имеют в своем штате тифлокомментаторов или имеют возможность, да, имеют в своем репертуаре спектакль с тифлокомментированием, но не имеют вот такого технических средств. Второй момент – это, конечно, с нуля, когда мы не только даем оборудование, но и даем точку входа в виде того тифлокомментатора, который в регионе есть, обученный в рамках программы «Особый взгляд» профессионально. В рамках методики, соответственно, даем возможность создать, непосредственно написать тифлокомментарий. Второе направление – это музейные институции, потому что здесь тоже действительно может быть обязанность по закону. У огромного количества музеев нашей страны, порядка до 10 тысяч различных, да, различных, как говорится, организационных, организационно-правовых форм, это различные музеи – краеведческие, федеральные, крупные, и известные, и частные, вот, и, конечно, у них появилась такая обязанность, как адаптировать, да, свои экспозиции для различных людей с теми или иными ограниченными возможностями здоровья. Но когда дело стало о адаптации, опять же, для людей с нарушением зрения, поскольку музейная составляющая – это, опять же, да, там, основа ее – это визуальное восприятие, знакомство с миром, неважно, изобразительного искусства, истории, артефактов и так далее, то создание других совершенно моделей, так скажем, для восприятия сенсорных людьми – это достаточно большая затратная часть, потому что для того, чтобы незрячий мог ознакомиться с экспонатом в музее, для этого необходимо этот экспонат, ну, собственно говоря, первое – описать, а второе – в прямом смысле дать человеку его потрогать, да, и прикоснуться к нему. Естественно, особенность музейных институций такова, что все музейные экспонаты являются объектами неприкосновенными, да, вот знаменитая фраза, там, музей руками не трогать, она вот абсолютно в этом случае не работает вот в рамках наших грантовых конкурсов, потому что мы как раз создаем вот такие тактильные реплики в натуральную величину, в масштабе, но с максимально точной художественной, да, художественной, художественной копией вот того или иного артефакта, будь то картины, будь то объемные, значит, артефакты и так далее в музеях. То есть поэтому появляется вторая экспозиция, мы называем ее тактильная экспозиция, и для того, чтобы создать экспозицию, то мы тоже предоставляем гранты, и в этом году, конечно, огромный просто конкурс мы провели, да, и видим огромный спрос у музейных институций, порядка 70 музеев подали нам заявки на этот грантовый конкурс, 10 музеев уже выиграли этот грант, и, конечно, мы продолжение будем реализовывать. И большое количество спецпроектов, да, когда, может быть, у нас нет грантовых конкурсов, но действительно к нам приходят и обращаются культурные учреждения, культурные институции, которые хотят адаптировать, да, вот современными технологиями свои, да, свои, значит, услуги, свои ценности, свои постановки. Так совершенно недавно мы презентовали совместный проект с Росгосцирком, но у нас впервые в России, в принципе, такое визуальное только в основном искусство, как цирк, стало доступным для людей с нарушением зрения. Большой проект мы сейчас реализуем с системой государственных и негосударственных кинотеатров нашей страны, да, и я думаю, что в конце года мы выйдем на действительно работающую модель, не на уровне законотворческой модели, которая уже действительно есть, а на уровне работающей модели, когда люди с нарушением зрения будут приходить в кинотеатр, пользоваться услугой, тифлокомментирование, эта услуга им безбарьерно будет оказываться, и, конечно, мы в этом плане тоже большую работу делаем. Вот на сегодняшний день, на 2022 год, учреждения культуры, музеи, кинотеатры, они насколько охотно идут навстречу? Вы сказали, что вы часто сталкиваетесь с непониманием, но, может быть, уже происходит какой-то перелом, или об этом еще не скоро придется говорить? Нет, об этом мы уже, наверное, можем говорить, потому что с каждым годом отрадно, на самом деле, видеть, да, вот, ну, первый статистический показатель – это спрос, да, то есть это рост числа заявок на те наши меры поддержки, которые организует программа «Особый взгляд». И действительно, я думаю, стоит уже сегодня говорить об этом, да, вот такую историю, что если вначале, да, несколько лет назад, когда мы начинали давать гранты для наших театров, то мы действительно еще, нам приходилось еще и уговаривать, да, как говорится, или мотивировать театр на то, чтобы объяснять, что это за грант, что на него нужно податься, и что в глобальном масштабе это принесет. Сегодня, конечно, как бы это меркантильно ни звучало, но мы понимаем, что направления культуры, отрасли культуры, учреждения культуры, они в том числе держатся не только на своем контенте, да, но и на экономических показателях, которые, собственно говоря, им делают зрители. Поэтому огромное количество конкуренции, огромное количество разного визуального контента, не говоря уже о том, что, да, существуют неумолкаемые споры, да, вытеснит ли там медиасфера, медиаобласть, например, более классические, сценические или визуальные искусства и так далее, куда уйдет кино, нужен ли кинотеатр, или это будут какие-то онлайн-платформы. То есть особенно это ярко показало вот эти два года пандемийные, да, когда люди, с одной стороны, привыкли, да, вот к каким-то онлайн-сервисам, и сейчас непонятно, вот что будет с этими институциями, потому что каждая институция борется за зрителя. Поэтому первая, конечно, наша просветительская тема и учреждения культуры, они поняли, что это их целевой зритель, да, собственно говоря, от которого зависит успех. И если уж говорить, да, в таком глобальном масштабе, когда мы разговариваем с учреждениями культуры, с менеджментом учреждений, мы действительно говорим, 300 тысяч, много это или мало в стране людей с нарушением зрения. Это только официальная статистика по людям, которым присвоена медицинская степень инвалидности. Мы ведь понимаем, что люди с нарушением зрения, это не только инвалиды по зрению официальные, да, это люди, у которых не принята инвалидность, это люди, которые с ослабленным зрением и так далее, им тоже нужны абсолютно те же самые технологии, которые работают для и в том числе незрячих людей. Вот, говорить о вот этой перелове стигматизации, да, о том, что в культуре нужна доступная, не только доступная, но и инклюзивная среда, да, вот это было доброжелательное, с путем создания не только тех злосчастных пандусов или номерок на креслах со шрифтом Брайля, да, но и должен быть контент адаптированный, соответственно, и понятный. Поэтому вот те, рост тех инициатив, рост той заинтересованности, которая в программе есть, рост вот того конкурса, да, количество заявок, он показывает, что мы на правильном пути действительно масштабируем вот эту тему, как доступная среда для людей с инвалидностью по зрению. Ну вот обеспечение тифлокомментариями учреждения культуры невозможно без таких людей, как, собственно, тифлокомментаторы. И тут два вопроса. Во-первых, как я понимаю, до сих пор у нас нет, не существует такой профессии официально тифлокомментатор. Является ли это проблемой? И второй вопрос, а вообще тифлокомментаторов у нас вот сейчас их хватает, или это тоже проблема? Это и проблема, и проблема, связанная не только с доступностью этой услуги, но и вообще в целом с ее масштабированием, поскольку действительно аудиодескрипция в европейских странах, не в странах СНГ, а это аналог услуги тифлокомментирования, она давно принята в странах Европы, в Соединенных Штатах Америки. И вот там, когда говорят об аудиодескрипции, конечно, безусловно, люди все понимают, что это за человек, что это за профессии и так далее. У нас этой концепции и в целом этой услуги, когда ее стали развивать, ей всего лишь 10 лет. Ее автором признанным является Сергей Николаевич и Ольга Ваншины. Институт Реакомп обучает на сегодняшний момент один, и есть еще пара учреждений в коллаборациях, в том числе с авторами концепции, которые обучают профессиональных тифлокомментаторов. Чтобы понимали, это не просто, да, и чтобы наши зрители понимали, это не просто человек, ну вот казалось бы, что в простонародье, когда я общаюсь, у людей возникает вопрос, ну что там, что видишь, что и говори, да, вроде бы как, да. Но это очень тонкое искусство, которое, особенно если это искусство, связанное не с бытовым описанием предмета или действия, если мы говорим про культуру. Потому что тифлокомментатор при производстве тифлокомментирования, он становится полноправным, полноценным участником команды, да, художественно-постановочной, например, если мы говорим про театр. Элементарный пример – тифлокомментатор не должен субъективно, даже интонационно навязать свою субъективную оценку тому действию, которое происходит, для того, чтобы не, да, никаким образом не повлиять на восприятие человека, незрячего вот того или иного, да, той или иной постановки, или того или иного кинофильма, да, или того художественного произведения. Тифлокомментатор, безусловно, не должен, так скажем, синхронизироваться, да, или говорить внахлёст с закадровыми персонажами, там, или с диалогами актёров. Тифлокомментатор не должен объяснять человеку какие-то субъективные вещи, которые, по его мнению, да, он воспринимает как человек или как зритель. Безусловно, не говоря уже о том, что тифлокомментатор не должен, как мы говорим, ну, там, если это фильм, в простонародье спойлерить, да, всем известный пример, мы всегда приводим, известная, да, значит, известная, да, значит, известная, там, я не знаю, не трилогия, да, известная, значит, серия фильмов про известного волшебника, да, когда, значит, идёт волшебник, значит, по тёмному коридору, и вот неграмотный тифлокомментарий, да, когда тифлокомментатор говорит, волшебник идёт в тайную комнату, да, то есть, поэтому это уже не доступное, не уравнивание простого зрителя, который визуально смотрит картину, и зрителя с нарушением зрения, поскольку зритель с нарушением зрения уже узнал, куда идёт, да, данный волшебник, поэтому, конечно, безусловно, даже такие тонкости в тифлокомментариях должны соблюдаться, поэтому, конечно, это профессия, это профессия, это искусство, в том числе, если мы говорим о профессии тифлокомментатора в искусстве, в культуре, и вот сегодня мы уже вместе с программой «Судовый взгляд», вместе с нашими коллегами, Институтом Реаком, Российским обществом слепых и Министерством труда и соцзащиты вышли к финальной стадии, когда в апреле был принят государственный стандарт тифлокомментирования, то есть, это тот свод законов, да, как, собственно говоря, и как правильно создавать тифлокомментарии. После принятия государственных стандартов или ГОСТов, да, мы в этом году ожидаем, наконец-то, надеемся, что у нас ведётся профессиональный стандарт, то есть, официально появится профессия тифлокомментатор, да, это будет профессия более шире, это будет специалист по невизуальной доступности среды, который в том числе будет иметь вот такую специализацию, как тифлокомментатор, тифлокомментирование. Что это даёт? С одной стороны, вот для, может быть, коммерческих институций, которые не привязаны глубоко к профессиональным стандартам, к профессиям, к справочнику профессий, да, которые давно уже вышли на другие подходы, может быть, это и не столь важно, но поскольку отрасль культуры в нашей стране, она в основном государственная, да, то мы имеем то, что мы имеем, когда театр и желает, возможно, иметь в своём штате тифлокомментатора, но не может его иметь, да, или не может его иметь в том формате, да, вот именно с тем названием, как тифлокомментатор. Соответственно, тифлокомментатор не имеет возможности, да, профессионально, значит, иметь отметки своего труда, да, по своей основной профессиональной деятельности. Тифлокомментаторов в нашей стране, сейчас мы говорим о том, что достаточное количество, в каждом регионе у нас практически есть тифлокомментатор, и вот на тот момент, когда мы рассматривали, да, вопрос, а нужно ли нам продолжать конкурс на обучение тифлопедагогов, тифлокомментаторов в регионах, мы поняли, что пока, наверное, мы не приняли профессиональный стандарт, мы не создали вот этого глобального спроса на профессию, то есть рынка без профессии не может быть. Поэтому, конечно, сейчас того количества тифлокомментаторов для тех проектов, которые поддерживают особый взгляд, его достаточно, но как только появится профессия, безусловно, появится обязанность иметь в штате большое количество организаций тифлокомментаторов в своем, да, естественно, одного, двух, трех, пяти тифлокомментаторов в регионе будет недостаточно, поэтому возникнет естественный рыночный спрос на рынке труда, и мы будем только рады этому, потому что, ну, во-первых, появятся новые рабочие места, во-вторых, появятся глобальные системы подготовки кадров в этой связи, появится мотивация для реализовываться. Вот, поэтому сейчас мы, конечно, нацелены вот на тему, чтобы обеспечить, как говорится, трудом, да, тех тифлокомментаторов, которых мы уже выучили, которые есть в регионах, вот, а в дальнейшем мы надеемся, что их точно будет недостаточно, и в этом случае это не проблема, а только, наоборот, радость будет для нас. Тогда можно я попрошу вас еще рассказать о таком важном событии, которое завершилось совсем недавно, это форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Вот можете какие-то итоги подвести? Это наша, ну, наверное, визитная карточка, вот, это такая некая кульминация вот той социально-культурной, того социального-культурного направления программы «Особый взгляд», который мы, курс на который мы взяли несколько лет назад, когда мы стали понимать о том, что, да, действительно, программа «Особый взгляд» поддерживает людей с нарушением зрения, но в общей-то сложности, в более глобальном масштабе мы создаем инклюзивную социо-культурную среду, мы говорим об инклюзии в целом. Почему? Потому что, если такая, ну, назовем, аудитория, как незрячие люди, для них создана инклюзивная среда, а это достаточно сложное материальное, техническое, методическое, да, обеспечение социокультурных процессов, то, в принципе, эти процессы, они работают и для остальных, как правило, аудиторий. То есть, поэтому мы поняли, что, конечно, нам нужно развивать в целом такую миссионерскую деятельность, как доступный театр, доступность социокультурной среды. И вначале, когда к нам вышли с этой идеей наши партнеры нашего проекта, это центр «Инклюзион», это фонд соединения, для того, чтобы сделать фестиваль инклюзивного театра, мы поняли, что, наверное, не инклюзивным театром в целом, да, есть огромный пласт, который в том числе и включает, инклюзивный театр, это как социальный театр, театр, который, многие скажут, ну, театр, в принципе, всегда вроде бы как был социальным, да, но на самом деле это такая новая веха в нашей, да, новый феномен социокультурный, это отражение нашей современной социальной действительности через современные коллаборации, театральные постановки, в коллаборации актерские, постановочные и так далее. Это не театр в каком-то очень традиционном, консервативном виде. И была разработана концепция фестиваля «Особый взгляд». В этом году в Санкт-Петербург буквально совершенно недавно мы провели второй всероссийский фестиваль. Таких фестивалей у нас проходит ежегодно, раз в два года проходит всероссийский фестиваль, раз в два года проходит фестиваль в регионах. Мы выбираем для того, чтобы аккумулировать лучшие региональные практики, да, и вывести их в том числе потом на федеральный уровень. Выбираем какие-то самые активные регионы. В Приворск, в федеральном округе у нас был такой фестиваль в Татарстане. Я думаю, что сегодня можно уже смело говорить, что мы следующий региональный фестиваль в следующем году смотрим в сторону столицы Урала, театральный, Екатеринбург, чтобы провести подобный фестиваль. И в итоге, конечно, стоит сказать, что в этом году главным итогом было о том, что, во-первых, мы сделали главную задачу, мы привлекли, как называется, простого зрителя или обывателя к социальному театру в качестве зрителя. Потому что не просто людям приходилось объяснять, мотивировать, давать пригласительные билеты. Люди просто покупали билеты в афишах, в афишных кассах, прекрасного пространства новой сцены Александринского театра. Это наши партнеры, с которыми мы просто уже несколько проектов сейчас будем реализовывать. И, конечно, фестиваль был представлен и золотомасочными постановками, и более локальными, инклюзивными коллективами, которые не имеют статуса государственных коллективов, имеют статус самодеятельных. Но в любом случае это все профессиональные постановки, которые стоит показывать. Не говоря уже о том, что есть форумная часть. Не зря мы называем форуми фестиваль. Есть еще большая образовательная программа, есть междисциплинарная программа к показу лучших практик. В общем, это такой классный на самом деле театральный винегрет, в котором в том числе и рождаются какие-то новые коллаборации. И почти две тысячи зрителей мы привлекли в этом году только к просмотрам, к спектаклям. Не говоря уже о том, что там более двухсот участников у нас в этом году со всех регионов страны побывало в Санкт-Петербурге. И, конечно, вот эту миссию социального театра, миссию инклюзивного театра, доступности театра в регионы везла вот эта большая армия наших единомышленников. Я напомню для наших зрителей, что у нас работает чат, где можно делиться своим мнением, задавать вопросы, на которые мы постараемся ответить. До конца эфира работает чат. Владимир, еще один важный крупный проект особого взгляда – это особый взгляд на «Золотое кольцо». Вот можете рассказать, пожалуйста, в какой стадии сейчас он находится? Вы знаете, это любимый… Ну, нет, наверное, не так. Мои проекты все любимые в особом взгляде, но это любимый с точки зрения мгновенного отклика целевой аудитории. И вот это мгновенный отклик на вот ту миссию, то инклюзия, о которой мы говорим. О чем идет речь? Дело в том, что мы начали этот проект с февраля прошлого года, когда у Покровского собора или в большинстве народа храм Василия Блаженного, всем известный, это доминанта Красной площади архитектурная, появились две тактильные копии к юбилею Покровского собора, к юбилейной дате. И мы передали Государственному историческому музею две вот такие тактильные копии, действительно, это не просто какие-то реплики, это не просто макеты, вот в том понимании, ну, наверное, как архитекторы привыкли понимать, то есть вот стоит что-то, вот какой-то макет из картона, да, и вот на него, значит, есть какое-то примитивное восприятие. Это действительно историческая реконструкция здания, то есть когда до ювелирной работы в масштабе 1 к 100 создается второй, по сути, памятник архитектуры. И вот такую модель получил общедоступную на Красной площади установлена бронзовая копия собора Василия, храма Василия Блаженного. Мы сделали этот проект исключительно специальным, да, мы сделали его для того, чтобы понять, насколько это востребовано и поняли, что это настолько востребовано в целевой аудитории и настолько интересно, это является не просто там доступной какой-то технологией, но это действительно полноценный там, в том числе и арт-объект, к которому привлекается огромное количество внимания, не только людей с нарушением зрения, потому что это действительно возможность под особым углом, под особым взглядом вновь посмотреть на архитектурный объект с различных ракурсов, с различных точек, и проект действительно интересен всем. Это первое. Второе, конечно же, когда возникает вопрос у людей, зачем здесь, да, этот тактильный макет установлен, дальше возникает вот эта просветительская миссия о том, что действительно огромное количество людей в нашей стране, мы ведь не задумываемся, многие из нас об этом, да, что они никогда не представят себе, кроме как, ну, какого-то описательного момента, что такое купол, или что такое фреска, или что такое фронтон, да, поэтому, потому что это вот архитектурные элементы хотя бы, да, которые необходимо человеку представить, ну, незрячему, в частности, тотально незрячим людям, он может представить его только тактильно, только кончиками пальцев. И это действительно проект такой инклюзивно-социально-просветительский стал, и мы буквально после февраля прошлого года, уже в июне, подписали совместно с Министерством культуры Российской Федерации, с нашими партнерами информационными агентством ТАСС, большой договор о реализации проекта «Особый взгляд на Золотое кольцо». Что он из себя представляет? Описать его очень легко. В каждом городе Золотого кольца есть такая же архитектурная доминанта, всем известная, общемировая, как памятник, как правило, которые имеют статус культурного наследия ЮНЕСКО, не только культурного наследия России. И вот у этих памятников в городах Золотого кольца, среди которых там Углич, Суздаль, Ростов, Ярославль, Владимир, Переславль-Залевский, первые города, которые стали пилотами в этом проекте, их восемь, раз в несколько месяцев в каждом городе уже открывается и будет открываться вот такая же бронзовая, общедоступная уличная тактильная копия. То есть это не просто где-то там в музеях, в закромах или вот как тактильные экспозиции будут находиться в пространствах музея. Это действительно на территории общедоступная, да, вот такой арт-объект, с которым могут ознакомиться, который устанавливается непосредственно рядом. Поэтому, конечно, когда мы открываем этот арт-объект, когда мы открываем эти тактильные модели, мы видим, какой, ну просто вот этот эффект, вау-эффект, когда люди незрячие впервые в прямом смысле прикасаются к истории, да, мы действительно видим вот этот вот мгновенный положительный результат нашего проекта. А долгосрочный результат, конечно же, это опять огромный приток зрителей, путешественников, огромный приток посетителей музеев, огромный приток туристов, да, и действительно, развивая инклюзивный туризм, мы тоже видим вот в этом такую свою глобальную миссию, потому что люди с нарушением зрения, они также хотят путешествовать, также хотят знакомиться с историей, также хотят прикасаться к прекрасному. Вот, поэтому такие объекты у нас открыты и в Угличе, в Суздале, в ближайшее время появятся в Ростове, Ярославле и так далее. Вот, поэтому это тоже такой специальный проект, и уже есть действительно запрос на расширение границ Золотого кольца, и я думаю, что после 23-го года, когда мы реализуем успешно этот спецпроект, совместно с нашими партнерами, мы его, безусловно, продолжим. А вот этот проект, особый взгляд на Золотое кольцо, это попытка систематизировать уже какой-то имеющийся опыт, или это совершенно вот уникальная программа, которую вы делаете с нуля фактически? По сути, мне очень приятно всегда быть, не хвастовства ради, что особый взгляд, да, как программа благотворительная всегда является лидером изменений, да, лидером новых практик, вот, ну, в той области, в которой мы заявились. И действительно создание вот таких тактильных макетов памятников, причем общедоступных, антивандальных, бронзовых, это уникальный опыт, который мы начинали с нуля с нашими партнерами, с мастерской Ольги и Михаила Шу, это действительно вот, беспрецедентный просто проект, потому что аналогов в стране, я, наверное, даже могу с уверенностью, надеюсь, меня никто не упрекнет, даже, наверное, в странах СНГ, да, вот, эта практика уникальная, да, потому что, да, создаются тактильные копии, да, создаются мнемосхемы, да, создаются какие-то элементы тактильные, архитектурные, но, как правило, это все в экспозициях, интерьерах, прошу прощения, да, интерьерах самих музеев, это какие-то элементы фасадов и так далее, то есть вот в каких-то элементах это было, конечно, все представлено, но так, чтобы это было антивандальное, да, у нас даже первая Тактильная копия, когда мы в Угличе открыли, музейные работники, они такие же всегда очень тонкие, душевные натуры, связанные с тем, чтобы оберегать. Они такие, как же это будет постоянно на улице. Для них это так тоже достаточно ново для музейных работников, что такой объект архитектуры возникает в общедоступных местах. И, конечно, мы развиваем эту технологию беспрецедентно с нашими коллегами и надеемся, что мы опять будем стоять у истоков вот этой методологии, методики. И, конечно, безусловно, зацикливать это все на благотворительной программе, безусловно, не имеет смысла. Но, безусловно, мы сейчас наработаем за несколько лет богатейший опыт. Мы действительно в дальнейшем увидим некие дополнительные KPI, то, что называется прирост зрителей, посетителей, туристов и так далее. Мы, безусловно, отрефлексируем опыт учреждений, которые получат эти тактильные копии. И я уверен, что этот опыт будет настолько позитивным, что эту технологию нужно будет просто брать. И в дальнейшем не зря у нас партнер Министерства культуры Российской Федерации именно с этой позиции, чтобы передавать эту технологию уже, ну, то, что называется, на постоянное системное колесо. Ну, завершая вот эту тему, то, что касается этого проекта, технически это сделано так, что копия, да, бронзовая стоит рядом вот с этой достопримечательностью, и к ней может любой человек в любое время круглосуточно, да, подойти и просто это потрогать, прикоснуться с любой человеком. Да, безусловно. Так же, как Красная площадь, ну, не говоря уже о каких-то, может быть, спецмероприятиях, когда закрываются на определенные мероприятия, там, какие-то уличные пространства, но, как правило, точно так же, как мы идем мимо здания, то есть вот эта инклюзия, в этом заключается мы полностью, без каких-либо дополнительных манипуляций, да, без каких-либо дополнительных неудобств, да, для человека с нарушением зрения, мы создаем ему абсолютно те же самые равные условия. Мы идем мимо, мы увидели, да, мы зрячие люди, мы увидели архитектурный объект. Точно так же стоит рядом тактильная бронзовая копия с ювелирной точностью, действительно, огромное количество, да, вот, то есть тоже стоит отметить, что музейщики вместе с мастерами, они подходят очень серьезно к этому вопросу, потому что они там с ювелирной точностью вплоть до скола на кирпичной кладке, да, пытаются отразить, да, вот в ювелирном масштабе, там, значит, на вот этой модели, потому что это является все вот этим носителем, да, исторической ценности. Действительно, мы говорим не просто о реплике, не просто о копии, да, мы должны донести вот эту особенность и уравнять по уровню восприятия зрячего и незрячего человека. Поэтому, да, абсолютно любой, и мы уверены, что в ближайшем будущем среди огромного фотобанка в интернете начнут появляться там селфи, фото, не только на фоне памятника архитектуры, но и рядом, в том числе, с этими арт-объектами. У меня есть такой общий, наверное, очень вопрос, но очень важный. Вот сейчас, как вы оцениваете динамику развития инклюзивной и культурной среды? Конечно, если говорить о таких очень кратких вехах, то на каком-то этапе слово «инклюзия» стало таким неким мейнстримом или модным словом, да. Модным словом, ну, когда, знаете, когда мы используем слово абсолютно не наделяя его каким-то ценностным смыслом. Ну, такое часто бывает, особенно там с импортными словами и так далее. Было слово «доступность», да, была слово «доступная среда». И, к сожалению, действительно, говоря вот о такой просветительской теме, я тоже люблю приводить этот пример, когда мы общаемся, например, я общался с одним из директоров театра, который замотивирован создавать, да, доступную среду в своем театре, но никак ее не отделяет там от инклюзивной в том числе. И когда я задал вопрос, а ваш театр является инклюзивным, значит, был такой кивок в сторону технического персонала, и, значит, да, вот наш главный инженер, у нас есть паспорт доступности, да, то есть, и вот, к сожалению, инклюзия и доступность – это две противоположные чаши рисов. И нам, наверное, для того, чтобы глубинно понять на уровне, ну, наверное, не нужно уходить далеко в философию, но на уровне менеджмента нам еще понадобится не один десяток лет для того, чтобы отделить вот это понятие как доступность, доступная среда, инклюзивная среда. О чем идет речь? Это две чаши рисов абсолютно в идеале, которые должны уравнивать друг друга. С одной стороны, если мы создаем доступную среду, безбарьерную среду, безбарьерную архитектурную среду и так далее, да, и доступность непосредственно там учреждения культуры – это одно, да, это когда человек может вне зависимости там от своей нозологии, от своих особенностей попасть в то или иное, значит, учреждение, которое априори там по Конституции должно быть максимально открыто для всех, да, потому что культурные ценности, те блага, да, до сороковой статьи Конституции у нас являются общедоступными, да, и никто не имеет права, значит, ограничивать в этом нас как граждан. С другой стороны, вот тот же самый театр, ну мы можем хоть сколько сделать суперклассных пандусов, суперклассных, например, значит, телескопических лифтов, или я, в пример, привожу вот тот инсайт, который был мною получен там 10 лет назад, когда с нашим, да, с представителем нашей целевой аудитории, программа «Особый взгляд», зрячим человеком, мы безбарьерно просто попали в театр, потому что он был одним из доступнейших с точки зрения доступной среды, вплоть до номерка, который он получил в гардеробе, который был на обратной стороне, дублирован шрифтом Брайля, номерки на креслах, безбарьерная среда, значит, с собакой-проводником и так далее. Но как только открылся занавес и начался спектакль, который был поставлен в таком современном перформативном стиле, то есть там было минимальное количество диалогов, максимальное количество каких-то шумовых, очень серьезных шумовых эффектов, да, таких не совсем понятных, да, как в иммерсивном театре, и большое количество пластических элементов. И, собственно говоря, вот тут возникла вот эта парадигма, то есть с одной стороны мы сделали учреждение доступным с точки зрения доступной среды, но мы не сделали его с точки зрения инклюзивной среды доступным, да, поэтому вот та адаптация контента, да, адаптация и повышение знаний людей, в том числе и работников учреждений культуры, и вообще в целом в обществе о том, что нужно, как нужно, каким образом нужно принимать людей с теми или иными особенностями, мы не говорим только, когда говорим об инклюзии, это не только инклюзия связана там с людьми, с, ну вот как мы привыкли там бюрократически называть там люди с ОВЗ, да, с ограниченными возможностями здоровья. Это люди, инклюзия это включение в социум людей, которые выключены по тем или иным причинам из социальных процессов, да, сейчас огромное количество там иммигрантов, да, будет вопрос вставать об инклюзии, в том числе о включении, ресоциализации еще этот вопрос, да, называется. Поэтому вот эти процессы инклюзивные, они будут еще долго-долго формироваться в парадигме, да, осознания, принятия и в целом это такой большой социально-психологический процесс в обществе. Поэтому вот этот мейнстрим, он сейчас немножко спал, да, вот когда мы, ну такой некий мейнстрим, иногда это было действительно хайп, да, возможно, такое тоже слово, да, иногда это была возможность лишний раз получить галочку для того, чтобы получить грант, например, да, поскольку большое количество вот этой системы инклюзивной было развито в некоммерческом секторе. Первый, кто заговорил об инклюзивности, это НКО, но это правильно, да, поскольку это организации, которые работают напрямую, да, вот с особой категорией и создают, вот эти, являются лидерами изменений в том числе. А сейчас этот хайп действительно спал и возник вот этот вот, возник огромный, огромнейший опыт положительный и отрицательный, который нам нужно теперь переварить, отделить зерна от плевел, да, сделать, запаковать это, в кейсы, в методике, и вот именно на это в том числе и направлен особый взгляд программа наша, да, чтобы не просто делать что-то для того, чтобы делать, да, а чтобы это, безусловно, отделять в лучшей практике, осознавать это, делиться, масштабировать, и чтобы эта система в дальнейшем развивалась уже и без нашего участия. Наверное, это самое главное. Владимир, вы в одном из недавних интервью говорили, что у руководителей программы «Особый взгляд», у вас есть четкое понимание того, куда в ближайшие несколько лет вы будете двигаться, и каких масштабных общественных изменений намерены достичь. Вот с этим вопрос. Какие-то ближайшие, главные задачи, которые вы намерены решать, можете о них рассказать? Да, безусловно, самая главная, конечно, задача масштабирования услуги и системы вообще тифлокомментирования в нашей стране, мы уже коснулись, да, сегодня этой темы, я не буду на ней останавливаться, она действительно тормозится на уровне таких джарных процессов или там законотворческих и так далее. Поэтому, конечно, сейчас большая задача программы «Особый взгляд» не только, ну, то, что называется, прикрывать какие-то, да, какие-то вопросы, которые не урегулированы на законодательном уровне, да, и мы действительно открыты, да, поскольку все-таки фонд «Искусство нового спорта» — это лиценанский фонд, это фонд, способный поддержать социокультурные инициативы, в том числе и в рамках деятельности программы «Особый взгляд». Но, в том числе, конечно, мы взаимодействуем с нашими партнерами, органами власти, региональной, федеральной, для того, чтобы не заниматься подсаживанием на грантовую иглу, как мы, да, такой, часто аллегория такая звучит, особенно в некоммерческом, в социальном секторе, а для того, чтобы дать вот эту эффективную методику и технологию, чтобы у нас дальше все абсолютно органично работало, проверялось и масштабировалось. Поэтому, конечно, вот эта тема очень большая, очень большая, безусловно, тема, связанная с… сейчас то, что мы хотим внедрить, это большая программа, программа повышения квалификации, переобучений, значит, менеджмента, социокультурной сферы, и театры, и музеи, и так далее. Мы понимаем именно не технологических специалистов, которые занимаются конкретно адаптацией или доступной средой, мы понимаем, что инклюзия должна расти немножко выше. То есть, если нет глобального и глобальной заинтересованности высшего руководства региона, организации, руководства организации, то, собственно говоря, этой мотивации не будет и в дальнейшем и сотрудников. Поэтому, конечно, безусловно, вот на этом направлена наша деятельность. Мы, конечно, хотим сейчас завершить вопрос урегулирования темы, тоже ее касался, с доступностью аудиовизуального контента. Да, кино, огромное количество медиа-контента. Здесь у нас буквально в этом году мы, я надеюсь, уже с коллегами представим два крупных IT-продукта. Один пока подрабочен названием, это одноименное приложение, особый взгляд, которое будет основано на аккумулировании Тифло-технологий. И для того, чтобы весь медиа-контент, визуальный контент, который есть не только кино, помочь систематизировать, адаптировать в одном месте, собрать к нему Тифло-комментарии и так далее. Второе приложение – это персональный сервис, который связан с производством непосредственно Тифло-комментария, когда мы планируем сократить количество звеньев в производстве Тифло-комментария, основано в том числе на речевых синтезаторах, основано на производстве Тифло-комментария, на сведении его. То есть в общем сложности мы хотим, чтобы Тифло-комментарий стал точкой входа и выхода конечного продукта, как Тифло-комментарий именно к медиа-продуктам, визуальным, кино, сериалам и так далее. И, конечно, большой проект, связанный с запуском механизма рабочего в кинотеатрах, потому что обязанность кинотеатров демонстрировать кино с Тифло-комментариями есть, и вроде бы как Тифло-комментарии производятся, но, к сожалению, мы констатируем факт, это действительно неголословный вопрос того исследования, которое мы проводили, вопрос недостаточного понимания со стороны менеджмента кинотеатров, производителей, продюсеров и целевой аудитории, которая, собственно говоря, и посещает кинотеатр как незрячие люди. Вот эта вот вся стигма, она делает тот факт, что закон, к сожалению, не работает, потому что кинотеатры говорят, зачем нам нужно демонстрировать кино с Тифло-комментариями, если к нам приходят люди незрячие, люди незрячие говорят, мы не ходим в кинотеатр, потому что нам ничего не понятно в этом кинотеатре. Ну, то есть вот это такая, это наша социальная миссия для того, чтобы просто ставить все точки над «и», потому что, ну, к сожалению, эта тема не государственная. Государство должно заниматься урегулированием законодательной инициативы. А вот все, что связано с социальными процессами, конечно, здесь должны подключаться НКО, некоммерческие фонды, в том числе и наша программа «Особый взгляд», и, ну, конечно, та аудитория, которая на все это делает. Владимир, спасибо вам огромное за подробный рассказ о проектах «Особого взгляда». Наших зрителей я призываю подписываться на телеграм-канал «Особый взгляд». Там, помимо анонсов наших эфиров, можно найти много интересных новостей, связанных с доступной средой, инклюзией. Спасибо вам и всего доброго. До свидания.